Здоровье детей – главная забота и головная боль родителей. Недаром говорят, было бы здоровье, а остальное приложится. Наше будущее напрямую зависит от здоровья детей, поскольку именно они будут, как говорилось в нашем коммунистическом прошлом, строить новый мир, в котором нам с вами предстоит доживать последние, хотелось бы надеяться, счастливые годы. К счастью, сегодня для государства важно здоровье каждого ребенка. На укрепление позиций медицинских и образовательных учреждений брошены силы и средства, что позволяет нам верить, что защита здоровья детей в нашей стране – не пустой звук. Инфекция у детей – это особая, я бы сказал, драматичная страница медицины. Понимаете, когда мы теряем взрослого человека, это горько, а потерять ребенка – это трагедия. Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, Древнего Египта – это II-III века до н.э. указывают на описание случаев столбняка, полимиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с XX века введена вакцина-профилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими. Лечением, профилактикой и реабилитацией детей с этими инфекциями занимается Детский научно-клинический центр инфекционных болезней. Среди десятков российских институтов, занимающихся этими проблемами, Санкт-Петербургский центр стоит на особом месте. Он уникален и ныне является головным научным учреждением нашей страны, лидером и родоначальником новых методик лечения детских инфекционных болезней. 14 февраля 1927 года по распоряжению Александры Калантай были созданы пункты охраны здоровья детей и подростков, которые впоследствии стали детскими поликлиниками. Один из таких пунктов, под номером 4, в этом же году был реорганизован в научно-практический институт по охране здоровья детей и подростков. В это время институт располагался в бывшем особняке графа Витте. В 1930 году институт получил статус областного и переехал на улицу Песочную, дом 9, бывшая лечебница Коносевича для нервных и душевнобольных, ныне улица профессора Попова. В годы Великой Отечественной войны, во время блокады Ленинграда, институт функционировал как детская больница. Здесь продолжали лечить и выхаживать детей с элементарной дистрофией. Этот славный наш институт, теперь уже научный центр детский, научно-клинический центр инфекционных болезней, он спас тысячи жизней детей, тысячи. Он выстоял в сложнейших условиях блокадного Ленинграда. Он не прекращал тогда работу. Правда, немножко профиль был изменен. Здесь госпитализировали детей с элементарной дистрофией, здесь выхаживали детей, которые умирали от голода. Сотрудники сами не доедали, но кормили этих детей. Готовили настои из еловых иголок, витаминизированы, ну и так далее. Это отдельная героическая страница жизни нашего коллектива славного. В послевоенные годы возобновилась деятельность института по профилю. Институт стал инициатором реализации программы глобальной ликвидации натуральной оспы. В 1961 году его переименовали в научно-исследовательский институт детских инфекций, НИИДИ. В 1977-м на Ленинградской НИИ детских инфекций Министерства здравоохранения РСФСР были возложены функции Головного института по проблеме «Острые детские инфекции» и создана при нем соответствующая проблемная комиссия, координирующая профильные исследования в стране. В 2008 году институт становится подведомственным учреждением Федерального медико-биологического агентства России. Федеральное государственное учреждение научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства России. Директором института назначен Юрий Владимирович Лабзин, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН, профессор. В 2012 году институт переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства. 26 декабря 2016 года Научно-исследовательский институт детских инфекций был переименован в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней. Почему мы переименовались? Потому что, по сути дела, мы уже переросли понятие института. Это действительно федеральный детский научно-клинический центр, в котором, возможно, самые современные диагностические, лечебные, реабилитационные такие мероприятия. Кстати говоря, то, что мы центр, это очень важно, мы имеем право создавать в рамках центра и свои собственные институты. И действительно, это учреждение характеризуется таким многопрофильным подходом, поскольку инфекционная патология ведь не выделяет, у какого пациента, с какой патологией все это возникает. Это могут быть изменения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной. В общем, это действительно крупный многопрофильный детский центр. И мы когда-то давно-давно говорили с Юрием Владимировичем, я ему говорил, что давно нужно сделать действительно такой федеральный центр инфекционной патологии. Вызывает гордость, во-первых, наши люди, профессионализм. Гордость то, что к нам обращаются за помощью со всех территорий Российской Федерации, как вот последняя инстанция, и мы помогаем. От нас люди уходят не в инвалидных колясках, а на своих ногах. У нас есть опытные наши врачи, высшие квалификационные категории, а у нас много, у нас три заслуженных врача, у нас два заслуженных деятеля науки, академик. Есть у нас, да, у нас есть лауреаты премии правительства и премии из Санкт-Петербурга, член-корреспондент, академик. Но самое главное, когда педиатр подходит к ребенку больному, вот недавно на обходе, я был свидетелем, когда заходим, ребенок плачет, и вот этот опытный педиатр подходит к ребенку, протягивает руки, ребенок начинает улыбаться, понимаете? Вот что это такое? Значит, вот, наверное, надо педиатром родиться. И мне очень приятно, что я работаю сейчас именно в этой сфере педиатрической. Чтобы оценить значение этого учреждения в системе здравоохранения Российской Федерации, нужно непременно сказать о задачах, которые решает этот коллектив и этот институт или центр теперь. Эти задачи многообразны. Прежде всего, конечно, я бы отметил клиническую составляющую. Не потому, что она самая важная с точки зрения тех задач, которые решает этот коллектив, а просто она одна из самых сложных. Потому что патология, с которой встречаются сотрудники центра, порой чрезвычайно тяжела. И она охватывает широкий спектр инфекционных заболеваний у детей. И здесь складывается такая ситуация, что особенности детского возраста соединяются с традиционным, скажем, для взрослых отечениями заболеваний, рождается нечто новое, совершенно новая картина, порой невероятно тяжелая, угрожающая жизни. И справляться с таким состоянием – это удел высококвалифицированных, подготовленных коллективов. То, как построен его центр, и там, конечно, сделаны акценты на клинических подразделениях и соседство с нашим институтом. Мы обречены на сотрудничество, потому что мы взаимодополняем друг друга. Наш институт это в основном лабораторный центр, лабораторная база. У них, наоборот, есть возможности оказания стационарной помощи, чего нет у нас. У нас очень сильным стало отделение реанимации, очень сильным. Появились новые методики, продленная веновенозная фильтрация, различные варианты экстракорпоральной гемосорбции, плазмосорбции. По сути, мы спасаем детей, которые раньше были обречены. Это особенно касается менингококковой инфекции, злой очень инфекции. Если вообще ее не лечить, 85% летальность. Представьте себе, это вот так было до антибактериальную эпоху. Если даже лечить, но с опозданием на несколько дней, до 15-20% летальности. У нас, мы, нам удалось сократить эту летальность до 1-1,5%. То есть, мы спасаем детей, которые раньше умирать должны были. Ну вот, из 17 детей за последние два года, мы потеряли только двоих. Вот это, конечно, безусловное достижение. Кроме того, у нас уникальное и вирусологическое оборудование, благодаря которому мы можем в течение нескольких часов, сопоставляя все данные, поставить этиологию, подтвердить этиологию заболевания вирусологической, бактериологической, микробиологической лаборатории. В институте созданы мобильные бригады, которые выезжают на места локальных конфликтов в очаги подчас невероятно опасных инфекций. Мы постоянно выполняем функции, как сказала Вероника Игоревна Скворцова, детского инфекционного спецназа. Что это значит? Любая крупная вспышка в стране, а страна огромная. Это то Якутия, Сибирская язва, то Чечня, то Ростовская область, то Липецк, где вспышка. И вот наши сотрудники, женщины в основном, тут же немедленно выезжают в командировки, безропотно понимая всю важную задачу, и купируют, ликвидируют эту вспышку, помогают детям, спасают им жизни. Сотрудники центра принимали непосредственное участие при ликвидации вспышек инфекций среди детей в Ростовской, Липецкой и Мурманской областях, Республике Абхазия, Чеченской республики, Республике Северная Осетия, Республике Саха-Якутия, а также при оказании экстренной медицинской помощи детям в особых условиях Крым, Севастополь, пункты временного размещения беженцев на территории Ростовской области 2014-2015 годы, было осмотрено и обследовано более 15 тысяч детей в пунктах временного размещения беженцев с юго-восточных регионов Украины. Была здесь не так давно ситуация в одной из у нас республик, северокавказских республик, когда там отмечена циркуляция вакцино-родственного вируса полиомиелита, вакцино-родственного, то есть вот вакцинный штамм, который преобразовался. И специалисты Юрия Владимировича тоже выезжали туда для того, чтобы разобраться в ситуации, почему, вот, и вместе с педиатрией, с педиатрами, вот, они, собственно, выработали комплекс решений, предложений для того, чтобы эту ситуацию вот коренным образом устранить, и она, собственно, решена, вот эта проблема. Три года назад, если даже не четыре, вспышка в Липецкой области, в Ростовской области, там заболело одномоментно больше трехсот детей энтеровирусной инфекцией, причем энтеровирусная инфекция была тяжелейшая, там накормили их с рынка чем-то, потом выяснилось, что этот энтеровирус 71-го типа это самый тяжелый вариант, поражающий срединные структуры головного мозга. И семь детей, когда мы приехали туда, были в реанимации между жизнью и смертью. И вот тогда нам удалось этих детей спасти, ликвидировать эту вспышку. В условиях хронического отсутствия финансирования по науке везде, в том числе и у нас. И вообще у нас идет наука, у нас и выполняются научные исследования, у нас разрабатываются новые инновационные технологии. Например, нигде в мире нет тест-системы для выявления иммуноглобулинов М к герпесу 6-го типа. У нас разработали. Так же, как и иммуноглобулин М к вирусу варицелозостр. В детском научно-клиническом центре инфекционных болезней создана одна из самых современных в стране баз микробиологической, вирусологической, патоморфологической, функциональной, лучевой, лабораторной клинической диагностики. Осуществляется новая стратегия этиологической диагностики путем внедрения современных молекулярно-генетических технологий и эффективных методов выделения возбудителей с учетом их биологических особенностей, что позволило проводить расшифровку этиологии инфекционных болезней в 72% случаев, что в два раза выше, чем в стране. Организована система наблюдения за циркуляцией на территории России антибиотика устойчивых возбудителей инфекционных болезней. Это позволило своевременно обнаружить появление новых опасных патогенов. У нас центр, который работает не только на Санкт-Петербург, но и на Российскую Федерацию. Мы определяем наиболее устойчивые, если так можно сказать, вредные штаммы, мультирезистентные штаммы. К сожалению, их появляется все больше и больше. И нам, чтобы с ними справляться, надо знать откуда, где они находятся, как с ними изучить, а потом уже воздействовать. То, что мы сегодня с вами вместе создаем, это, без сомнения, эколога современного высокотехнологичного научно-клинического центра. Наше учреждение сегодня стоит на самой передовой по обеспечению биологической безопасности нашей нации. Потому что дети — это будущее. И заболевания детей, ухудшение демографической ситуации, инвалидизирующие последствия и так далее — это имеет колоссальные социальные значения. Так же, как и их интеллектуальный потенциал. И поэтому предупреждение инфекций, их профилактика, своевременное выявление и прочее — это является, конечно, биологической безопасностью будущего нашей страны. Разные же инфекции есть. Есть воздушно-капельным путем передающиеся, есть другими вариантами, трансмиссивные, есть незаразные. Есть такие инфекционные болезни, которые незаразны. Например, сердотуберкулезом и эрсениозом ты не заразишься от больного человека. Это надо продукты определенные употребить. Поэтому разные варианты. У нас уже есть подвижки, у нас есть вот эта схема обследования на ранних этапах. Мы знаем, на какие инфекции надо обследовать, какие чаще всего. Как какую-то провести профилактику этим инфекциям. В ряде случаев можно провести профилактику и предотвратить рождение ребенка снутри утромной инфекции. Сегодня институт – это учреждение с самой современной материально-технической базой. Вот если я только скажу, что практически 99% оборудования экспертного класса – это действительно так. И у нас уникальный находится так называемый конфокальный микроскоп, благодаря которому, например, мы берем кровь или мы берем какие-то другие биологические среды. И мы под этим микроскопом, благодаря профессионализму сотрудникам, можем изучать взаимодействие микроорганизмов. Ежегодно в Центре оказывается медицинская помощь более чем 45 тысячам больных детей, в том числе из большинства регионов Российской Федерации. Мы федеральные учреждения. У нас 80, ну иногда 85 процентов, когда грипп идет, это жители Санкт-Петербурга, но 15, иногда 20 процентов – это жители других регионов. Вот мы были сегодня на обходе, пожалуйста, из Барнаула, из Туапсе, из Закавказья у нас лежат люди там, ну и так далее, из разных городов, из Калининграда. То есть люди приезжают к нам с различными проблемами. Единственный в Российской Федерации детский научно-клинический центр инфекционных болезней не только сочетает в себе возможности проведения научных исследований и оказания медицинской помощи детям и их родителям с инфекционными и паразитарными заболеваниями, но и является одним из ведущих учреждений России, принимающих непосредственное участие в обеспечении биологической безопасности страны. За 10 лет институт, заслуженно получивший статус научно-клинического центра, он изменился до неузнаваемости. Это новые площади, новые корпуса, новые лаборатории, новые подразделения. И все это построено на современном уровне, причем с учетом функциональной эргономики. Он стал дворцом не просто внешне, когда фасады красивые, и внутри все так красиво, и все устроено для детей. Здесь намного важнее, что это стало заведением, в котором работают очень высококачественные, высококлассные совершенно специалисты, абсолютный профессионал. Причем центр развивается. Он развивается не только, опять говорю, внешне, когда он увеличился в размере, у него шикарная лабораторная база, инструментальная база. Поскольку мы не только головной и единственный такой центр в стране, на наших плечах лежит обязанность создания проектов, документов Министерства здравоохранения. Нами были разработаны около 100 стандартов оказания медицинской помощи. У нами были разработаны около 50 клинических рекомендаций по оказанию помощи. И были разработаны порядки оказания помощи детям при инфекционных болезнях. Это тоже огромная работа, дополнительная работа, потому что нигде она никак не предусмотрена. Ни в научной, ни в клинической работе. Ее нет. Особой заслугой его, Владимир Владимирович, то, что он создал реабилитационное отделение. Надо сказать, что вообще направление реабилитации в нашей стране требует развития. Так вот, сегодня он создал мощнейший реабилитационный центр для детей, что позволит, конечно, восстанавливать детей и возвращать их в строй. Впервые в Российской Федерации внедрена система персонализированной комплексной медицинской реабилитации детей с последствиями инфекционных заболеваний, способствующая существенному повышению качества жизни детей и их родителей. Развитие системы медицинской реабилитации нашло отражение в создании в структуре учреждения единственного в стране реабилитационного центра для детей с последствиями тяжелых инфекционных заболеваний нервной системы. Мы реабилитируем в содружестве с нашими коллегами. Очень много сделано институтом, которым руководит академик Баиндурашвили, потому что если появляются какие-то осложнения, а часто бывают некрозы нижних конечностей, то приходится применять в том числе и хирургическое пособие, и протезирование в ряде случаев. Но, тем не менее, эта система заработала. У нас, конечно, и уникальное отделение реабилитации. Вот я считаю, что еще одним из величайших достижений, на что пошел Юрий Владимирович, это, например, отделение нейроинфекции, куда один этаж, два этажа. Это принадлежат отделению нейроинфекции. Всегда возникает вопрос, зачем два. На одном этаже пациента поступают острые, их ведут врачи, выводят из тяжелого состояния, и когда нужна ранняя реабилитация, они переводят их на другое отделение, где сами же реабилитируют. Центр занимается самыми актуальными, самыми прорывными, приоритетными направлениями инфекционных заболеваний в мире, в том числе, и это очень важно подчеркнуть, проблемами антибиотикорезистентности. То есть это сейчас проблема, которую решает весь мир. И Институт детских инфекций, или научный центр, теперь научно-клинический центр, успешно решает эти проблемы тоже. Это настоящий, полноценный, мощнейший центр инфекционных заболеваний у нас в стране. И потенциал, конечно, его в перспективе, ну вот мне кажется, и, конечно, как мощнейший Всероссийский институт, Всероссийский центр инфекционной патологии, изучения инфекционных болезней. Мы не только вот это делаем, но еще учим. Дело в том, что после реконструкции у нас отстроено здание, где находится симуляционный центр, оснащенный современными учебно-симуляционными приборами. Ну что это значит? Вот можно прийти к ребенку тяжелому и научиться у ребенка делать масочный наркоз, или там вставлять трубку, или прокалывать вену, или там делать трахеостомию у ребенка, учиться. Это одна сторона. А другая сторона, у тебя есть такой же манекен. А у нас не только манекены есть, а есть и приборы сложнейшие, компьютерные. Ну вот как бы большая кукла в виде ребенка, но у этой куклы есть зрачковые реакции. Она открывает, закрывает глаза. Зрачки сужаются, расширяются. У этой куклы есть артериальное давление, у нее есть, она дышит, у нее есть частота дыхания. У нее есть даже мочеиспускание. И вот компьютером задается определенная задача, что вот у ребенка параметры такие, инфекционно-токсический шок развился. Что должен сделать доктор? Доктор один на один с этим манекеном, а за стеклом, за зеркальным находится преподаватель, который смотрит, как он работает и что он делает. Он набирает определенные препараты, вводит ребенку. Если он делает правильно, у ребенка нормализуется пульс, дыхание, появляется мочеиспускание, он получает свою законную пятерку. Мы обучили уже не только наших докторов, у нас около 400 специалистов из различных, из 13 стран мира приезжали, учились. И не только из стран бывшего СНГ, но и из стран, из Африки, из Южной Америки, из Азии. В институте сохранен вот этот трепетный дух, или дух трепетного отношения к больному ребенку. И родители, и обучающиеся студенты, и врачи, которые приходят на усовершенствование, это чувствуют. И это необыкновенно возносит вот этот коллектив в нравственном отношении. На сегодняшний день детский центр является крупнейшим научно-лечебно-учебным учреждением, в котором имеются все условия для проведения научных исследований, обеспечения высококачественной медицинской помощи и непрерывного последипломного образования. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда ты пришел в специальность, ты должен посмотреть, что в ней тебя наибольшей степени интересует. И выбрать, все же невозможно освоить сразу, выбрать то, что ближе тебе всего по твоему характеру, по твоему, так сказать, устремлению. Это первое. Второе. Если уже ты выбрал эту работу, то ты должен, пусть маленькими шажками, но каждый день, каждый день что-то делать в этом направлении. Знаете, вот был один из римских императоров, очень хорошая была у него фраза. Ну, ладея синелиная, ни дня без строчки. Академик Лабзин Юрий Владимирович – это удивительный человек, который, безусловно, является лидером инфектологии не только в Петербурге, но и в России. Юрий Владимирович Лабзин – яркая самобытная личность, инфекционист, эпидемиолог, академик, генерал. Очень мало таких вот людей, которые бы сочетали в себе науку, организацию, педагогику. У него уникальный дар есть. Он просчитывает шаги не на один, не на два шага вперед, а на многие годы вперед, на несколько десятилетий. И он уже живет, я не знаю, 22-м, по-моему, веком, не 21-м веком. И все люди, естественно, стараются, все сотрудники и все, кто с ним сталкивается, стараются быть, стараются стремиться к тому, что он говорит, и поддерживать его. При нем расцвела академическая наука, появились новые темы НИР. Юрий Владимирович в должности заместителя начальника академии по учебной и научной работе сделал очень много для академии. Для организации развития учебного процесса, для становления военно-медицинской науки. Этот вклад трудно переоценить. Юрий Владимирович – это тот сегодня известнейший ученый, который здесь не только в России, но и за рубежом, который имеет огромный авторитет среди своих собратьев, что называется, по оружию. То, что связано сегодня с оказанием медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями. Юрий Владимирович – это человек с прекрасной генетикой. Уровень культуры, воспитания, образования – блестящее. Я считаю, он является идеальным примером для всех молодых людей в России. То есть, благодаря вот этой его интеллигентности, вежливости, уровню культуры, очень высокого уровня знаний, вообще медицины, биологии и всего прочего. После увольнения из Вооруженных сил Российской Федерации в 2008 году Юрий Лабзин стал директором Федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства, которое он возглавляет вот уже почти 10 лет. Меня пригласили в Министерство здравоохранения и сказали, что есть славный институт, который нуждается в укреплении. И это был как раз институт детских инфекций. Когда я дал свое согласие, ну, честно говоря, я не ожидал, что он в достаточно таком тяжелом состоянии. Здесь был прекрасный коллектив специалистов, но они работали в очень несоответствующих уровню материальных условиях. Материантно-техническая база была практически разрушена. Я считаю, что это поступок, который можно считать очень мужественный в профессиональном отношении. Он взял на себя очень высокую ответственность, очень высокую. Конечно, мне пришлось получить дополнительную подготовку. Я закончил на базе педиатрического университета специальные курсы. Он получил усовершенствами по педиатрии и имеет сейчас дополнительный диплом по педиатрии в том числе. Если мы посмотрим на стены, то здесь вы видите достаточно забавные рисунки. А в основном это мультипликационные фильмы, это иллюстрация к фильмам. И детям очень интересно. И они, когда приходят, они отвлекаются от всяких своих проблем и разглядывают окружающий их мир. И не ощущают себя в главной, не ощущают, как госпитализм называется, от этого госпитализма мы избавляемся. Они чувствуют себя как дома. Юрий Владимирович, он глубокий, настоящий специалист, понимающий дело, с огромной практикой. Практикой среди взрослых, которую он, так сказать, умножил и перенес на детей. И это у него очень успешно, так сказать, получается. Самая трудная проблема – это работа с детьми. Это наиболее трудно. Они очень много болеют инфекционными болезнями, они болеют, эти дети. И она была наименее организована. Я был заместителем начальника академии по научной работе. Поэтому мне это нравилось, все было нормально. Я уже был академиком в том времени, генералом. Ну, а с другой стороны, я подумал, что, наверное, интересно было бы попробовать себя и на другом поле деятельности. И когда его назначили на должность директора Института детских инфекций, мы все очень обрадовались, потому что знали, что он поднимет этот институт. И он именно так и сделал. Из института, который был в разрухе, он сделал из него замечательное, великолепное учреждение мирового уровня, которое сейчас известно не только в нашей стране, но и во всем мире. Как руководитель, придя в наше учреждение, в институт детских инфекций, Юрий Владимирович показал себя чрезвычайно талантливым, я бы даже сказала, гениальным руководителем, который смог привлечь внимание самых высоких наших чиновников, вплоть до президента Российской Федерации, для того, чтобы нам дали финансирование на строительство практически нового института. В то время институт назывался в крайне заброшенном состоянии. У нас сохранились много фотографий, как размещались в отделениях дети облупленные стены, вот эти пружинные кровати, эти здания, которые, простите меня, было невозможно войти в подвал, в клинический корпус без резиновых сапогов. Это были руины, рушились потолки, проваливались полы, и непонятно было, где же эти дети, которым оказывают помощь. Из четырех зданий, которые здесь были, три здания постройки 1901-1902 года, одно здание постройки 1967 года, ни разу не было капремонта, В последние десять лет здесь не появилось ни одного нового прибора, то есть состояние было очень сложное. Достаточно сказать, что вода поднималась, горячая вода поднималась до второго этажа в клиническом корпусе, а холодная тоненькая стройка на третьем этаже. Это очень тяжелая ситуация, сотрудники получали очень нищенские, я бы сказал, зарплаты, зарплата заведующего отделения стоила 6,5 тысяч рублей. И вот сотрудники были вынуждены после 16 часов бежать по двум, по трем дополнительным работам, чтобы как-то содержать свои семьи и детей. Это было очень больно. И в то же время они оставались в плену прежних представлений об организации работы. Он перевоплотился из терапевта на короткий период строителя. Вот это перевоплощение по Станиславскому Немеровичу Данченко сделало он то, что каждый шуруп, каждая полка, каждый аппарат, а там все аппараты хай-тековские, везде он сам все это делал. Без него, я подчеркиваю, ничего никогда не было. Я взялся за это, потому что мне была обещана поддержка, помощь. Я обратился во все мыслимые и немыслимые инстанции, конечно, и в городе, и к министру здравоохранения, и к председателю правительства, и к президенту. Меня услышали, пригласили в администрацию президента. Я приехал, показал фотографии, потому что мне на словах не поверили. Сказали, как так? В центре Санкт-Петербурга, в Петроградском районе, вы рассказываете такие страшные вещи. Такого быть не может. Показал фотографии, и вы можете тоже их посмотреть. Это, в общем, конечно, удручающее. И решали тогда один вопрос. Может быть, проще закрыть вообще это учреждение, чем его реконструировать, восстанавливать, капитально ремонтировать. Но закрыть-то нельзя было. По одной простой причине, что это единственное в стране учреждение, которое занималось детскими инфекциями. Единственное. И это не просто была клиника детских инфекций. Это учреждение, которое обеспечивало разработку научных направлений в области детских инфекций, разработку и подготовку специалистов. И являлось методическим центром, который определял стратегию и тактику работы с инфекциями в стране. Это особое, уникальное учреждение. И поэтому было принято решение. В этом году была создана федеральная адресная инвестиционная программа, которую подписал Владимир Владимирович Путин. И эта программа была рассчитана на 5 лет с серьезной реконструкцией, которая, в общем, и была успешно завершена к концу 2016 года. Исторический отрезок, вот это очень короткий, видите, всего 10 лет. И сегодня это принципиально новое учреждение, абсолютно новое, чтобы мы, каких бы вопросов мы не коснулись. Это и абсолютно другой состав специалистов. Число научных работников почти на порядок выросло. Года полтора или даже два мы потратили на то, чтобы эта программа состоялась. Предварительно и была очень большая работа. Программа была утверждена в конце декабря 2011 года. То есть это была проработка того, как нам надо будет себя вести. Вот такая была сложная задача. Задача была еще не просто реконструкция, расширение, капитальный ремонт. Задача была поставлена, чтобы ни на один день учреждение не прекратило свою работу. А как это сделать? Когда два корпуса были признаны аварийными, их надо было сносить. У них не было фундамента, были щели, трещины. То есть нам надо было снести один корпус, людей из него переселить в другой. Потом переселить их в другой, третий корпус, снести этот корпус. И все это, чтобы работа не прекращалась, количество больных не сокращалось. Ну и по инициативе директора мы еще работали в ОМС. А это значит не было никаких выходных. Центр под руководством Юрия Владимировича, он передовой. Вот самая тяжелая патология стекается вот в этот центр. Вот в этот центр. Поэтому многие мамы, папы, бабушки, дедушки благодарны должны быть за то, что вот он спасает таких детей. Конечно, Юрий Владимирович, это его организаторские способности. Это строительство нового корпуса. Совершенно институт преобразился. Федеральная адресная инвестиционная программа выполнена точно в срок и в полном объеме. И, по сути, произошло второе рождение института. Вместо 10,5 тысяч квадратных метров мы теперь имеем 35 тысяч квадратных метров. Появилось три новых корпуса, помимо отреставрированных старых. Имеются классические мельцеровские боксы, где мы размещаем детей. И избегаем тем самым внутригоспитальной инфекции. Ребенок один лежит в одном боксе. Вы знаете, что если 3-4 ребенка в одной палате, то они могут передавать друг другу. Даже респираторные инфекции. Может быть грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и так далее. Они могут передаваться. Сейчас мы это исключили. Именно в этом учреждении и при непосредственном участии Юрия Владимировича было создано реанимационные отделения, которые сегодня принимают детей с тяжелейшими инфекционными заболеваниями, такими как нейроинфекции, такие заболевания, как менингита, энцефалонепатия и так далее. То, что требует, конечно, очень серьезной подготовки и организации этой помощи. У нас теперь два отделения реанимации, а не одно. Причем оба оснащены всеми приборами, соответствующие порядкам оказания помощи. И плюс еще даже выше, потому что мы можем все практически делать. При том, что мы не увеличили штатную ковичную мощность. У нас как было 350, так и осталось. Но за счет того, что мы получили новые площади, дети стали лечиться в абсолютно нормальных, или, я бы сказал, близких к идеальным условиям. Одна из этих особенностей последних лет, клинической особенности, это интенсивная терапия тяжелых состояний. Это, конечно, привнесено Юрием Владимировичем. Потому что еще в своей докторской диссертации он решал эту проблему о тяжелых больных, санкционных заболеваниями, в том числе в Агванистане. И этот раздел медицины узнает просто блестяще. Ну и не случайно это получилось таким образом, что он все эти знания привнес в этот новый свой коллектив. Он очень далеко продвинул изучение детских инфекционных болезней и очень резко снизил смертность от нейроинфекции детских. Очень резко снизил, да, вместе со своими помощниками. Сотрудники теперь работают в новых условиях, в хороших чистых помещениях. За счет того, что мы вошли в ОМС, ДМС, высокотехнологичную помощь оказываем по двум педиатрическим направлениям, мы смогли повысить заработную плату сотрудникам. И мы даже немножко опережаем указы президента в плане заработной платы. Им не нужно бегать теперь по двум-трем работам, они все основное время проводят здесь, но и получают достойную зарплату. Такой, может быть, юмористический нюанс, но я могу вам сказать, что когда я пришел, была одна сотрудница в декретном отпуске. Тогда было 223 человека, работала в институте, была одна в декретном отпуске. Сегодня у нас 585 сотрудников и в декретном отпуске 47. Апофеозом руководства Юрия Владимировича института, мне кажется, является 90-летие нашего института. Когда на наши 90-летия приезжали и премьер-министр, и министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, и все чиновники, многие чиновники Министерства здравоохранения и ФМБА. Сейчас он является главным инфекционистом по детской патологии Минздрава России. Да, главный специалист. И делает очень большую работу по снижению смертности, инфекционной смертности в России, в различных ее регионах. Ты отвечаешь в полной мере за всю службу. Там огромное количество обязанностей, а право только одно – в любую минуту выехать в ту точку, которая неблагополучна. Здесь, безусловно, тоже очень важен коллектив нашего центра. У нас по каждому направлению есть высочайшего уровня специалисты. Респираторные, кишечные, гипотологии, нейроинфекции, редкие инфекции и так далее. По каждому можно скомплектовать бригаду, 2-3 человека, которые могут оказать помощь. И это правильно, что директор центра является главным специалистом, потому что он может, потому что он не только сам профессионал, но еще и может скомплектовать правильную бригаду людей, команду, которая с ним. Опять команда получается. Везде командный стиль должен быть. Эта должность очень ответственна, хотя на самом деле она звучит как главный внештатный специалист. И, казалось бы, внештатный у всех людей, которые далеки от этой должности, всем кажется, ну что такое внештатник. На самом деле это ни в коем уверении не уменьшает того объема работы, который ты должен выполнить. То есть, по большому счету, как какое-то время назад сказала наш министр, Вероника Игоревна Скворцова, она сказала, вы в каждом своем направлении, вы министры, вы просто замещаете меня в этой области. На больничный халат не наденешь наград, но на праздник халаты мы скинем. После окончания адъюнктуры в 1980 году Юрий Лобзин был назначен преподавателем Военно-медицинской академии имени Кирова. В 1987 году старшим преподавателем. В 1994 начальником кафедры инфекционных болезней, главным инфекционистом Министерства обороны Российской Федерации. В августе 2001 года он стал заместителем начальника Военно-медицинской академии по научной работе. Он был на генеральской должности, как мой зам по клинической работе. Проходит где-то полгода, созревает иная ситуация. Возникает еще одна генеральская должность, отдельно зам по научной работе. И произошла подвижка кадров. На место моего зама по клинической работе я планировал в Щербуках. Юрий Владимирович не задумываясь, согласился на это дело. Так вот случилось, что будучи начальником научного отдела, я заболел очень тяжелой формой гепатита А и попал в клинику инфекционных болезней, которую ранее возглавлял Юрий Владимирович. Но вот уже будучи замом начальника академии, он продолжал приходить в клинику и там совершал клинические обходы как профессор. И пока я находился там на лечении, этот обход он выполнял несколько раз. То есть я его оценил как клинициста. И я понял, что это действительно человек, который однозначно предан врачебной профессии, и что для него любая чиновничья должность – это как бы временное служение, а основной смысл его жизни – это врачевание. Это живой символ военно-медицинской академии. Очень большую часть, значительную часть своей творческой, научной, клинической жизни он отдал военно-медицинской академии. Собственно, и сейчас, не прерывая с ней связь, он является главным научным сотрудником военно-медицинской академии, активно участвует в жизни нашего клинического научного учебного коллектива. А Юрий Владимирович, ну, вы знаете, вот есть люди-светочи, которые светят постоянно, всегда. Работала команда на одном дыхании. И ведущим в этой команде был, несомненно, Юрий Владимирович. Мы с ними единомышленники в отношениях к академии, в отношениях к науке. Он очень успешно руководил научным направлением деятельности академии и умудрялся подстраховывать во всех других направлениях. Юрий Владимирович – великолепный клиницист с очень широким кругозором. И он председатель нашего диссертационного совета. Все, что происходит позитивно, сейчас в академии очень много с ним связано. Здесь следует напомнить о том, что Юрий Владимирович ездил, он же и в Афганистане был. На войсковой стажировке – это больше трех месяцев. Период ведения активных боевых действий. С новой стороны он у меня как раз в Афганистане и так и открылся. Потому что я в последние два года был главным эфекционистом 40-й армии. А Юрий Владимирович, когда защитил докторскую диссертацию, он был туда послан в командировку. Так получилось, что мы вместе занимались с ним организацией ВВД войск. Это совсем новое дело. И это очень смелый человек. Вы представляете, Афганистан – это была эпидемия гепатита. Сывороточного, алиментарного, какого угодно. И в этот был высажен десант инфекционистов, который возглавлял он. И с этим было прекрасно справились. В экстремальных условиях военные действия. И еще лечить, и еще выйти живым. И чтобы тебя ничего не задело, и никаких последствий – это дорогого стоит. Когда наши войска были в Афганистане в те годы, и надо было очень быстро сорганизовать вот эту помощь, оказание нашей помощи. Ну, в какой-то мере мне пришлось там участвовать. И я видел, как в этот трудный период ему удалось организовать и эвакуацию раненых, и борьбу с инфекциями, когда не только была инфекция, но и ранения были. И у него очень много работ посвящено этому вопросу. При методическом руководстве и непосредственном участии Юрия Лобзина была создана и внедрена система оказания медицинской помощи инфекционным больным Советской и Российской армии, что позволило в 16 раз снизить смертность среди инфекционных больных в Афганистане и избежать ее в Чечне. В 1968 году Юрий Лобзин поступил в военно-медицинскую академию имени Кирова. В год поступления в академию академия была практически недоступна, потому что был огромный конкурс. Конкурс на ряде факультетов достигал 20 на одно место. На морской факультет, куда я поступал, было чуть поменьше. Было 13 человек на одно место. Почему, понятно, потому что там предъявлялись дополнительные требования по состоянию здоровья. Тогда в основном готовили подводников, и надо было пройти и барокамеру, и специальные испытания, тесты физиологические. Но зато отбирали, конечно, в академию лучших из лучших ребят. Ну, во-первых, был так называемый курс молодого бойца. Мы не сразу сюда пришли. Два месяца мы находились в Красном селе. Это так называемый лагерный сбор. И эти два месяца ежедневных... Там же мы сдавали экзамены, после чего мы вот этот курс молодого бойца проходили. Это ежедневные занятия спортом, физические нагрузки, плавание, другие марш-броски и так далее. Это была очень хорошая, серьезная подготовка, еще и физическая в том числе, дисциплинарная подготовка, но умение работать в коллективе. В морской факультет еженедельно у нас были шлюпочная подготовка. Очень интересная. Мы в один из дней занятия заканчивались пораньше. Мы выходили на берег Невы, рассаживались по шлюпкам, и часа два-три мы ходили по Неве на шлюпках. Великолепная физическая форма была у всех. Когда пришла пора выбирать специальность, Юрий Владимирович остановил свой выбор на инфекциях. А почему инфекции? Ну, потому что я, будучи еще слушателем, то есть студентом, в военно-медицинское время слушателем называли студентом, и со второго курса я заинтересовался проблемой эпидемического сереброспинального менингита. Так раньше называли менингококковую инфекцию. И как раз в это время была пандемия, была заболеваемость очень большая, около стана 100 тысяч населения. Это очень высокая. И вот придя в кружок, я на кафедру вначале нервных болезней, а потом меня увела эта тема на кафедру инфекционных болезней, потому что эти больные лечились в инфекционных отделениях госпиталей. И я собирал материал уже будучи студентом. Именно в этом парке, а за мной вы видите главное здание, штаб, как мы говорим, академии. В этом парке я принимал присягу в 68-м году, когда поступил в академию на первый курс. В этом парке я, будучи получив звание лейтенанта, прощался с военно-медицинской академией. Я еще учился неплохо и закончил золотую медалью в академию. То было решение принято оставить меня сразу в адюнктуре, то бишь аспирантуре. Но какое-то изменение произошло в Министерстве обороны. И было принято решение всех поголовно отправить на службу в часть действующей. И мне сказали, выбирай флот. По окончании ВМА имени Кирова Юрий Лабзин в течение трех лет проходил службу на Северном флоте. Три года службы на Северном флоте, они мне пошли на пользу. Это и самостоятельность определенная, и работа в частях, и на кораблях, и в госпитале, главном госпитале, и общение с разными специалистами. Судьба свела нас на кафедре инфекционных болезней. Ровно 40 лет тому назад, в 1977 году, он поступил в адюнтуру, это по военному, в аспирантуру по гражданской, а я в клиническую ординатуру. И вот с тех пор мы, так сказать, вместе продвигаемся по жизни. А потом адъюнктура все-таки, защита кандидатской, работа преподавателем, старшим преподавателем, начальником кафедры инфекционных болезней военно-медицинской академии, главным инфекционистом Министерства обороны, что тоже потребовало от меня тогда поездок по всей стране на все вспышки, на все сложные случаи, которые возникали. Ну а потом так судьба повернула, что я стал заместителем начальника академии по научной работе. И вообще с жизнью моя вся, практически большая часть моей жизни, я уже говорил, 43 года связано с военной службой, с военно-медицинской службой, и с флотом, и с академией. Ну и вот в академии, конечно, это лучшие годы. Вот, наверное, так, без преувеличения всему, что я в жизни имею, я обязан этой родной военно-медицинской академии. Абсолютно. Это наше все. Это наша альма-матор. Знаете, такое выражение – альма-матор. Мать кормящая, мать родная. Юрий Владимирович сразу же определился, чем он будет заниматься. И так случилось, что он сразу же занялся очень важным делом, которым до него никто никогда не занимался, так сказать. Так вот, он определил для себя вместе с своим научным руководителем новое направление, не развитое в инфекционных болезнях. Это направление называется реабилитация инфекционных больных. И можно сказать, что он был первооткрывателем этого направления. И здесь он, конечно же, показал себя, полностью раскрыл себя как исследователь, поскольку это направление не было изучено совершенно. Учителями Юрия Владимировича в те годы были известны не только в нашей стране, но и за рубежом медики. Конечно, Матковский Валерий Сергеевич – это начальник кафедры инфекционных болезней, который меня воспитывал там со второго и третьего курса. Это его заместитель профессор Казанцев Александр Павлович, известнейший врач-инфекционист и ученый, доктор наук, который несколько зоологических форм разработал орнитоз, микоплазмоз, таксоплазмоз. Это вот он. Я у него учился и ходил вместе с ним в поликлинику. То есть, как смотреть больных, как с ними разговаривать, как себя вести. Это Константин Сергеевич Иванов. Это тот человек, который передал мне кафедру образы правления, до меня был начальником кафедры. Он был, у него была военная косточка, он был генерал-майор, он брехитящий организатор, разработал несколько новых направлений. И если брать Москву, то, конечно, Валентин Иванович Покровский – это наша глыба, наше все, что называется в нашей инфектологии. Дай бог ему здоровья, потрясающий человек. Это Малеев, у которого я многому учился, Виктор Васильевич. Это человек, который долгие годы был главным инфекционистом Минздрава и реальным таким, которого очень любили, везде ценили. Я многому научился у Гайдара Бориса Силовича, как у начальника академии. Мне нужно руководить 18-тысячным коллективом. Это очень непросто, да, в котором только профессоров 400 человек и за тысячу кандидатов наук. Книжные учителя, конечно, мы все ведем свою историю от Боткина, Сергей Петрович. И это даже не столько книжный, сколько органически наш. Мы все – Боткинская школа. Профессия врача-инфекциониста сопряжена с риском для жизни. Не избежал печального опыта и Юрий Лабзин. Я, будучи аспирантом, ну или адъюнгтом, я приехал к академику Покровскому Валентину Ивановичу в его центр. А центр тогда как раз была пандемия менингококковой инфекции. И он был руководителем этого центра. Я иду на обходе вместе с ним. Несколько дней я работаю в этом отделении. А там десятки этих больных. И я работаю как врач. Курирую их, записываю. И на одном из обходов он смотрит на меня и говорит, что ты какой-то квелый. Я говорю, да меня знобит, Валентин Иванович. И у меня сильно болит горло. Какой-то фаренгит. Он смеется и говорит, ну а ты, говорит, не догадываешься, какую идеологию у тебя фаренгит. Я говорю, менингококковый. Он говорит, конечно, иди домой срочно. Я пошел, купил в аптеке 6 таблеток сульфодиметоксина. Это двойная доза вообще разрешенная. Там 2 таблетки, даже тройная. Принял это. Сутки провалялся в общежитии. И через на второй-треть день я уже поправился. Это подтвердило диагноз менингококкового фаренгита. Потому что при любом вирусном, как вы понимаете, будь то гриппе, я бы неделю болел. И никакие бы сульфаниламиды мне не помогли. А здесь я через 2 дня на 3-й был уже совершенно здоров. В институт он пришел не один в поле воин. Он привел с собой команду. Ту команду, которая работала с ним в Академии. Он принял совершенно правильное, адекватное решение, что только командой, когда у тебя есть единомышленники, на которых ты можешь опереться в любых вопросах, в ком ты уверен. Я когда сюда пришел, я сколотил совершенно новую команду, управленческую в первую очередь. Потому что научно-исследовательская работа здесь была в нормальном уровне. Врачи были замечательные. Но надо было создать команду, которая могла бы решать вот эти задачи, о которых я только что говорил. И мне удалось эту команду создать. И эта команда во многом состояла в том числе и из моих бывших сослуживцев. Вторая часть команды была составлена из сотрудников МАПО, Медицинской академии после дипломного образования, где я к тому времени возглавлял кафедру инфекционных болезней. Потомственная интеллигентность, великолепное чувство юмора. Ведь это так помогает в работе. Он очень вдумчивый и, как бы вам сказать, но далеко не самый мягкий человек, который встречается. Если вы совершили определенные поступки, то я вас уверяю, что Юрий Владимирович выдаст по полной. Он умеет потребовать. Но вы знаете, человек, который обладает определенным обаянием, который полностью парализует желание что-то не выполнить. Вот вы понимаете, но я бы не хотел к нему приходить с каким-нибудь неприятным известием. Та манера руководства Юрия Владимировича, которую он и сейчас исповедует, она должна многим людьми браться в пример. Потому что он умеет находить язык с разными людьми, с разных социальных сословий. И с санитаркой, и с медсестрой, и с врачом, и с руководителями самого высокого министерского уровня. И ко всем он относится уважительно. Поэтому вот эти его человеческие качества, они, конечно, предопределяют его как личности, как врача тоже. А это идет, на мой взгляд, от воспитания. В первую очередь. У него есть уникальное частое обобщение. Он абсолютно доверяет. Он никогда не проверяет, вот знаете, так, чтобы это было унизительно для человека. Он, может быть, и проверяет, естественно, проверяет, как любой руководитель. Но вот это доверие и работа, связанная с доверием, она окрыляет, она дает возможность и желание не подводить, а делать как можно лучше, даже если ты чего-то не можешь. То есть вот тоже стремимся к этому. Он человек очень амбициозный, в хорошем смысле слова, для того, чтобы амбиции, чтобы учреждение было мировым лидером. Вот задался такой целью. И к этой цели поступательно, по крупицам он идет. Я вообще считаю, что у нас исключительный коллектив, а великолепная обстановка, доброжелательная такая. Нету каких-то… Когда люди заняты делом, понимаете, постоянным, у них не остается времени на какие-то дрязги, на какие-то там такие негативные вещи. Поэтому я очень счастлив, что нам удалось такой коллектив отчасти сохранить, отчасти пополнить новыми сотрудниками и сейчас его развивать в этом плане. Какой путь большой прошел весь этот центр за 10 лет и что сейчас представляет центр под его руководством, конечно, это в большей степени его заслуга, конечно, при поддержке очень хорошего вокруг коллектива, абсолютно коллектива единомышленников. Но Юрий Владимирович здесь в этом плане, конечно, он занимает отдельное совершенно место. Это не просто лидер, это очень уважаемый лидер. Юрий Лабзин – лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования за 2013 год. Он имеет благодарности президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации и руководителя ФМБА России за эффективное решение вопросов теории и практики предупреждения и лечения инфекционных болезней. Самым первым моим учителем был мой отец, и он же и по жизни учитель, и как профессионал высочайшего класса невролог, профессор, заслуженный деятель науки. Он возглавлял кафедру в Гедуве неврологии в свое время. Известнейший ученый, который описал более двух десятков новых симптомов. Впервые описал миостению, как заболевание, первая монография в нашей стране. Ну, то есть это глыба, конечно, это глыба, и вообще интересный очень человек. Юрий Владимирович создал прекрасную школу инфекционистов военно-медицинской академии, которые сейчас занимают ключевые позиции во многих учреждениях, которые занимаются инфекционной патологией. Блестящий педагог. То, как он говорит, вот я всегда говорю, как он читает лекцию, или как он делает доклад. Ну, казалось бы, уже известная проблема, известно это, но расставить акцент, сделать, влюбить в себя за период доклада. Ну, научиться этому невозможно. Вот это либо есть, либо этого нет. Юрий Владимирович довольно много обращает внимания на организацию учебного процесса, и это одно из тех направлений, которые сегодня, конечно, очень востребованы. Должен сказать, что Юрий Владимирович сделал сегодня много для того, чтобы усовершенствовать подготовку специалистов. И эти специалисты работают сегодня во многих учреждениях не только нашего города, но и страны. На протяжении семи лет Юрий Лабзин заведовал кафедрой инфекционных болезней военно-медицинской академии. Юрий Владимирович организовал ежегодные конференции всероссийские, которые проводила кафедры. И практически все основные кафедры всех вузов всей страны приезжали нам на конференцию. Прежде всего, это кафедра, начальник которой является главным инфекционистом Министерства обороны. Это так в должности написано. Это не то, что какой-то внештатный сегодня один, завтра другой. Это неразрывно связанные вещи. А отсюда необходимость работы в интересах всей военно-медицинской службы страны. Инфекционисты России и у нас в Москве очень хорошо эту кафедру знают, во-первых, по их делам, по их работам, потому что кафедра находится на острие всех проблем инфекционных заболеваний. Это и эпидемиология, это и профилактика, это диагностика, это лечение инфекционных заболеваний и, главное, реабилитация. Юрий Владимирович активно трудится в Академии. Яркий пример – это клиника инфекционных болезней. Юрий Владимирович – клиницист с очень широким кругозором, инфекционист с мировым именем. И клиника инфекционных болезней, в то время, когда он был начальником кафедры клиники военно-медицинской академии, клиника шагнула далеко вперед. Была создана научная школа. Ныне Юрий Лабзин заведует кафедрой в Северо-Западном Государственном Медицинском Университете имени Мечникова. У нас очень большая кафедра. В свое время произошло слияние двух вузов. МАПО – Медицинская Академия после дипломного образования, которая учила только врачей. И университета Мечникова, который учил только студентов. И вот в результате слияния трех кафедр образовалась наша кафедра, где я заведую. Мы учим студентов, врачей. И еще третья кафедра – это была кафедра паразитологии. То есть мы еще и паразитарные болезни тоже. Он прекрасный преподаватель. На его лекции с интересом его лекции слушают, реферируют и размножают. В наше время это дорогого стоит. Он учит молодых врачей, как надо правильно говорить, как жестикулировать и так далее. То есть он интригует, что лекция – это очень важный момент в воспитании доктора. Кафедра инфекционных болезней – это аналог кафедры военно-полевой хирургии или экстренной хирургии, которая, так сказать, сама по себе инфекционные болезни, они настолько быстротечны и настолько сжаты по времени и требуют настолько принятия быстрых решений, что люди, которые занимаются инфекционными болезнями, это люди, которые практически занимаются экстренной помощью. Говорить о плеяде учеников Юрия Владимировича можно очень долго, потому что он воспитал громадное количество специалистов. Юрий Владимирович – это тот человек, который не только занимается преподаванием, клинической подготовкой, но и наукой. И вот здесь я должен сказать, что здесь успехи совершенно грандиозные, потому что это тот ученый, который имеет за собой громадную школу учеников. Первая монография по реабилитации инфекционных больных написана Юрием Владимировичем, так сказать, так вот это далекий 1994 год, так сказать, поэтому очень много можно перечислять, можно показать вот эти вот книги, это и учебник, по которому до сих пор учатся и военно-медицинская академия, и студенты медицинских вузов, так сказать, по инфекционным болезням. Ну а руководство, изданное при его участии под его, так скажем, непосредственным руководством по инфекционным болезням, по паразитарным болезням, они выдержали 4 или 5 изданий, так сказать, так вот, и пользуются очень-очень большим успехом. Юрий Лабзин – соавтор четырех научных открытий, автор 830 научных трудов, из них 26 учебных пособий, 6 справочников, 17 руководств для врачей и 34 монографий. Руководство по инфекционным болезням, учебник для медицинских вузов, инфекционной болезни, руководство по рациональной антимикробной фармакотерапии, руководство по избранным вопросам терапии инфекционных больных, руководство и атлас по паразитарным болезням, руководство интеравирусной инфекции, лекции для практических врачей, вакцина-профилактика, справочник по инфекционным болезням у детей, вирусные болезни человека и других с индексом цитирования Хирша 25. Юрий Владимирович ученый, настоящий ученый, под его руководством защищено, он подготовил более 70 где-то кандидатов и докторов медицинских наук. Вот, и, собственно, научное направление новое им у него, это реабилитация инфекционных больных. Юрий Владимирович за долгие годы работы в военно-медицинской академии организовал множество ставших уже престижными конгрессов и конференций. В этом парке, красивом парке, мы организовали потрясающее, потрясающее событие прошло. Вместе с Борисом Селычем Гайдаром, с главным военно-медицинским управлением был организован всемирный конгресс по военной медицине. Но, наверное, это самое яркое впечатление. В парке мы встречали всех делегатов, встречали вначале их там, у входа в главный штаб, знакомили с академией, с музеем, заседания проходили в Таврическом дворце. 83 делегации из разных стран мира приехали, 83 медицинских, военно-медицинских делегации. Представляете, какое огромное количество. В каждой делегации было не меньше трех человек, а в некоторых самых крупных, таких как китайская и американская, до 20 человек. И вот мы готовили это мероприятие, мы его режиссировали, мы участвовали в разработке программы научной. Ежегодно с 2010 года Центр во главе с Юрием Лобзиным проводит всероссийские конгрессы по актуальным вопросам инфекционных заболеваний у детей, в работе которых принимает участие до 500 врачей более чем из 40 регионов Российской Федерации. В следующем году, 1-2 февраля, у нас в Санкт-Петербурге, в гостинице «Санкт-Петербург» будет проходить конференция, которая будет посвящена менингококковой инфекции. За большой вклад в организацию противоэпидемических мероприятий в войсках в 1996 году Юрий Лобзин был награжден орденом за военные заслуги. В 2000 году Юрий Лобзин избран членом-корреспондентом Российской Академии Медицинских Наук. В 2007-м – академиком Российской Академии Медицинских Наук. А в 2013 году – академиком Российской Академии Наук. После того, как я стал членом-корреспондентом, безусловно, это новые возможности, поскольку это общение совершенно на другом уровне и с другого уровня людьми. Я считаю, что это одно из самых высших научных и учебных образований в нашей стране. И мне повезло. В Санкт-Петербурге к этому времени было северо-западное отделение Академии Медицинских Наук. Его возглавлял академик Ткаченко Борис Иванович, директор Института экспериментальной медицины. К сожалению, ныне покойный. И очень как-то быстро мне удалось стать... Меня ввели в состав президиума северо-западного отделения. Эта работа была очень важной. Мы собирались регулярно, достаточно часто. Рассматривали, наверное, самые интересные направления научных исследований. В 2002 году Юрий Владимирович был удостоен государственной награды почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В сентябре 2017 года Юрий Лобзин был награжден Орденом Почета. «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» В 2008 году институт совместно с Межрегиональной общественной организацией Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступил учредителем научно-практического журнала «Журнал инфектологии», первый номер которого был издан в 2009 году. «Я подумал о том, что нам не хватает журнала здесь, в Санкт-Петербурге, который бы продолжал боткинские традиции. И мы такой журнал создали. Журнал называется, так называется, «Журнал инфектологии». Что это за журнал? Я как с момента создания являюсь его главным редактором. Это уникальный журнал, который не посвящен только инфекционным болезням или только микробиологии, или только вирусологии, или только эпидемиологии. Это журнал, который предоставляет площадку для того, чтобы на ней обсуждались все эти вопросы разными специалистами. То есть вопросы инфекции обсуждались и микробиологам, и вирусологам, и инфекционистам, и терапевтам. Кроме должности главного редактора журнала «Инфектологии» Юрий Владимирович является членом редколлегии и редсоветов журналов «Эпидемиология и инфекционные болезни», «Медицинский академический журнал», «Инфекционные болезни», «Военно-медицинский журнал», «Вестник Российской военно-медицинской академии» и ряда других центральных медицинских научных изданий. Юрий Владимирович активно работает и на общественном поприще. Он президент Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель диссертационного совета военно-медицинской академии, куратор по северо-западному федеральному округу от Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, заместитель председателя Национального научного общества инфекционистов. Он является президентом евроазиатского научного общества по инфекционным болезням и в этом отношении. Конечно, роль его, роль центра, она очень велика, международная роль. Поэтому на базе института, сейчас центра, постоянно проводятся конференции международные с привлечением международных специалистов, вот, зарубежных специалистов. И, насколько я знаю, вот Юрий Владимирович и центра тесно контактируют с президентом Европейской ассоциации по детским инфекционным болезням. То есть я сам видел вот неоднократно тот пример, когда вот ведущие специалисты европейские, международные, из Соединенных Штатов Америки, страны Европы, вот, бывали в этом центре. То есть центр, международный центр, он обменивается своим опытом, использует международный опыт своей деятельности и по праву заслужил такое вот признание у нас в стране и за рубежом. Юрий Владимирович Лабзин родился 22 ноября 1950 года в городе Порт-Артур Китайской Народной Республики. Я родился в семье врачей. Мой отец был капитан медицинской службы, старший врач бригады торпедных катеров в городе Порт-Артур. Город Порт-Артур, ныне Ляо-Дань, по-моему, на территории Китая. Это была советская военно-морская база, которую мы потом отдали Китаю. Моя мама врач-педиатр. После окончания педиатрического института Ленинградского она приехала туда к отцу и, в общем, там я и появился в Порт-Артуре. Поэтому вся моя жизнь, она была в семье врачей. Поэтому и разговоры, и, так сказать, ну, вся атмосфера, она была врачебная. Более того, тогда отец вернулся с Дальнего Востока и после факультета усовершенствования военно-морской медицинской академии, он морской был врач, получил назначение в Кронштадтский госпиталь, то 10 лет мы прожили в Кронштадте прямо на территории госпиталя. Тогда было непросто получить не то что квартиру, но и комнату. Поэтому мы жили на территории госпиталя, начали на какой-то комнатенке прямо в отделении, потом нам выделили на территории же госпиталя, на втором этаже общежитие, комнату. Всего три госпиталя, которые основал Петр Великий. Это госпиталь Бурденко в Москве, это первый военно-морской госпиталь, который на Фонтанке у нас находится в Питере, и 35-й военно-морской, где мы сейчас находимся, в Кронштадте. Петр лично, Петр Первый, наложил камень сюда в 717 году. Уникальный госпиталь. По этому парку мы, мальчишки, приехали в 4 года, а уезжали, мне было 14 лет. Понимаете, да, вот этот весь дошкольный и школьный начальный период я провел в этом парке. Парк потрясающий. Мы в этой библиотеке уникальной. Вот здесь меня родители оставляли, когда отец шел в отделение, мама педиатром работала, между прочим. И вот они все на работе, а куда девать ребенка? И ребенок сидел, может быть, даже за каким-то из этих столов, мне давали, рисовал что-то, может, какие-то картинки смотрел. Но я помню, что здесь были изумительные книги. Мой младший брат стал военно-морским врачом. Правда, я инфекционистом, а он неврологом. И мой старший сын стал врачом, неврологом тоже. Он сейчас в военной медицинской академии. Уже блестяще защитил докторскую в 32 года. Вот и работает активно. И младший сын, ну, младший сын не военный, он гражданский врач, но тоже выбрал специальность инфекционной болезни. И вот это плеяда лобзиных Владимир Семеновича, затем сын Юрия Владимировича, и Сергей Владимирович, брат Юрия Владимировича, который тоже был связан непосредственно с военно-медицинской академией. Но если говорить сегодня о дальнейших этапах, то и сын Юрия Владимировича тоже связан с военно-медицинской академией, где он сегодня работает на кафедре неврологии, то есть на кафедре своего отца, своего деда. В начале 70-х Юрий Владимирович встретил Ирину Михайловну. Они с мамой встречались долго. Познакомились они рано достаточно. Отцу было лет, наверное, 20-22. Какое-то время встречались, потом долго не общались. И женились они только, поженились, когда ему был 31 год. То есть практически 10 лет они не могли принять решение. По-прежнему любят друг друга, счастливы, в гармонии, взаимопонимании, в теплых чувствах и в любви, взаимной настоящей любви. Я могу сказать, что с годами эти чувства, они стали еще более теплыми, они стали еще более взаимными. Ирина Михайловна окончила теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории по специальности музыковедения. Долгое время работала преподавателем фортепиано и сольфеджио в музыкальной школе. Супруга, Ирина Михайловна, это отдельный разговор. Женственность, доброжелательность. Вот в ней заложены гены материнства. Знаете, переживания. И когда она находится в компании, чувствуется ее аура. Старший сын Володя, как и отец, окончил военно-медицинскую академию с золотой медалью. И его имя, наряду с именем Юрия Владимировича, навечно занесено на доску почета выдающихся выпускников. Владимир счастливо женат. Супруга тоже окончила военно-медицинскую академию по специальности врач-рентгенолог. В семье подрастает сын. Сейчас в военно-медицинской академии. В той родной моей альмаматор, которую я и закончил. Через некоторое время я туда вернулся. И сейчас уже последние 10 лет там работаю. Мне 27 лет сейчас. Я врач, работаю в военно-медицинской академии. Это первое место работы в клинике инфекционных болезней. Там занимаюсь введением пациентов. Также недавно получил сертификат по ультразвуковой диагностике. Освоил эту методику. Параллельно с введением пациентов еще их и обследую. Также я там пишу сейчас научную работу. Ну, диссертацию кандидатскую. Редкие минуты отдыха Юрий Владимирович проводит с семьей. Я отвечаю за культуру. Я стараюсь раз в год сделать семейный выход. Это любит невестка. Она музыкальный такой человек. И чтобы вместе побыть с семьей. Вот раньше, когда мама могла, мы еще брали ее. Бывает ресторанчик там когда-то забредем. Или за городом на заливе приятно посидеть. Но такие, к сожалению, моменты случаются нечасто. В основном летом дача. Общаемся с семьей. Она меня вытягивает. В театр, в филармонию, консерваторию. На выставки. Она определяет культурную программу. Меня это устраивает вполне. Потому что, во-первых, она лучше это знает и понимает. И выбирает такие спектакли. Или такие вечера музыкальные. Которые безошибочно. Которые безошибы. 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 Продолжение следует...